Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц. Что вас ожидает, что вам высшие силы подсказывает. И первая карта для вас, мои дорогие, это королева мечей. Вы должны осознавать, вот именно в начале месяца, поставить точки над «и». Если это касается отношений, что-то вы понимаете, что происходит, и эти отношения у вас не приносят то радость, то счастье, те эмоции, ту любовь, которую вы бы хотели, здесь именно в начале нужно поставить точки над «и» с людьми, которые вы понимаете, что вы не находите, может, общий язык, общие какой-то, знаете, договоренности. Здесь еще по королеве мечей я могу сказать, что именно в начале месяца относиться к хладнокровне. Вот относиться не эмоционально, и знаете, то, что может кто-то попросит что-то кому-то помочь. И здесь вы на жалости, вот именно у вас эмоционально. Здесь больше вот относиться вот на ментальном уровне, относиться к хладнокровне. Стоит вот помочь человеку или не стоит? Стоит там быть в этих отношениях или на той работе, в которой вы понимаете, что у вас какие-то конфликты или какие-то спорные вопросы? Здесь нужно вот четко поставить точку, быть там или не быть. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. И это девятка кубков. Вот почему дается то, чтобы вы понимали четко быть или не быть? Потому что, чтобы в будущем, вот именно на начало месяца, вы не потеряли вот вашу изобилию. Здесь может быть то, что, знаете, контролировать все, что вокруг вас происходит. Обращайте внимание то, что кто рядом с вами. Потому что здесь может быть для женщины, я скажу так, что есть мужчина рядом, который очень оценит себя в высокомерной. Он думает, чтобы вы больше отдали чувства, эмоции, любви. Здесь будьте аккуратны и понимайте, кто находится вот именно для тех, кто в отношении. Здесь может быть то, что вам встретится такой человек. Но здесь человек будет себя подавать, знаете, ну, что, как бы, что ему все должны это. Здесь будьте аккуратны тоже в начале месяца, мои дорогие. Давайте посмотрим. Следующая карта на начало месяца для вас. Паш Пентакли. Здесь может быть начинать, вот в начале какое-то обучение. Здесь может быть то, что поехать на какой-то отдых. Здесь может быть то, что купить себе что-то. Здесь может быть то, что для некоторых, может, захотят купить себе машину, но они должны понимать четко, стоит вам это сделать в январь месяце или пока подождать. Здесь как бы, здесь у вас, знаете, в мысли больше, вот, больше мысли, чем какие-то действия. Здесь вот нужно вот понимать четко, что вы хотите вот в начале января делать. Но здесь вот даже, я скажу для тех, которые хотят какую-то покупку в январь месяца сделать, здесь у вас возможности есть. Вот именно вот январь месяца дается это возможность, чтобы вы это сделали. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что вам высшие силы подсказывает. Пятерка кубков. Будьте аккуратны, потому что вот в середине у вас могут быть какие-то спорные дела, какие-то разговоры именно с вашими родными. Здесь может быть касаться вашего мужа или здесь может касаться именно ваших детей. Здесь как будто здесь будут какие-то вопросы решаться именно в вашей семье. Следующая карта, давайте посмотрим для вас. Это восьмерка Пентакли. Я для женщины так скажу, потому что информация может быть с детьми, какие-то спорные дела, вопросы будут, когда ребенок попросит какие-то финансы, и вы как будто будете думать, для вас у вас будут, может быть, какие-то конфликты. Здесь вот говорит о том, что даже что-то, если происходит именно такая ситуация в вашей жизни, не отпускайте руки, потому что вы мастер в своем деле. Здесь нужно работать. Здесь благодаря то, что вы не отпускаете руки, в будущем вот именно по финансу у вас идет какое-то повышение. Ну, какая-то работа, которую вы делали, думаю, что она не приносит дохода. Вот именно в ближайшем, ну, здесь может быть через полгода, где-то вот до восьми месяцев у вас это, вот именно повышение будет по финансам. Вот именно финансы и благо у вас как бы улучшатся. Давайте посмотрим. Следующая карта на середине месяца для вас, это Королева Пентакли. Королева Пентакли показывает вашу зыбкую почву. Вот на середине месяца у вас есть вот именно та почва, которую бы вы хотели, чтобы у вас было, которой вы боролись, может быть, на последние вот восемь месяцев вы боролись, чтобы эта стабильность у вас, эти финансы. Здесь я скажу так, для мужчин и для женщин, вот обращайте внимание именно из-за того, что вот на рабочем месте вы много сидите, может, у вас движения нету, здесь как будто может быть проблема со спиной или именно нижняя часть, вот ноги, то, что у вас, вот именно в январе, обращайте внимание на ваше здоровье. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы. Императрица, получение своих плодов. То, что вы посели, то и вы пожмете. Уже в конец месяца, на чем я почему сказала, на то, что вы работаете и то, что вы думаете, что никакой доход, никакое счастье, никакое удовольствие не переносит. Вот именно в конец месяца у вас это идет то, что вы уже получаете, вы уже собираете, потому что вы человек, который, знаете, боролись для этого, чтобы у вас это стабильность, благо, вот у вас это было. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта отшельника. Знаете, карта отшельника показывает, что, знаете, даже то, что у вас происходит в январе месяце, вот в конец вы как будто еще что-то ищете для себя. У вас получается вот в какой-то работе, в каких-то, может быть, здесь именно отношений, но здесь вы как будто все-таки чувствуете, что не до конца. Вы хотите еще что-то, что-то для себя новое. Вы хотите, чтобы именно вот здесь может для некоторых людей то, что вот в конец месяца может будет больно какую-то работу осознать, ну оставить. Там может быть люди, которые вы привыкли быть там. И здесь для вас будет как больно оставить вот эту работу. Здесь под конец вы как будто соберетесь вот поменять вот именно работу, начать чего-то новое. Давайте посмотрим совет от высших сил, что для вас, мои дорогие, высшие силы подсказывают. Восьмерка, кубка. Вы знаете, вот если вы понимаете, если это касается рабочей момента, если вы понимаете, что вы должны поменять работу, здесь высшие силы говорят вам, меняйте. Если это касается рабочей отношений, здесь как будто вы хотите все бросить и уйти. Здесь может быть есть какие-то... Знаете, если вы, вот если касается женщины, если больше усилий приложить, у вас может вот эти отношения сохраняться. Но здесь будьте аккуратны, потому что вот именно в рабочие моменты здесь у вас дается время, чтобы вы поменяли, вот уходили от старую работу. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Переходим в Instagram, там будет больше расклада о финансах.